Тротуары как в 43-м, а автомобильные дороги как в 45-м. Почему даже в центре Твери не пройти, не проехать? Наша съемочная группа прогулялась по сердцу областной столицы вместе с местным жителем, которому непросто передвигаться по городу. Почему? Сейчас увидите. Алексей вышел на прогулку, но приятно ее назвать у него не получилось. Сам мужчина живет на бульваре Нагина. Там гулять по его словам невозможно, поэтому приехал в центр. В надежде, что здесь получше. Но увы. Тротуары в плачевном состоянии. Как будто в 43-м немцы только отбомбились. Когда дождь, конечно, беда. Неудивительно, а ливневка-то вся разбита. Такая ситуация здесь не первый год, несмотря на то, что вроде бы и центр города и под боком у администрации Твери. Нелегко приходится и водителям. Тоже центр, студенческий переулок. Автомобильная дорога как после бомбежки. Причем ямы настолько глубокие, что при ударе можно всерьез повредить машину. Сразу вопрос, зачем на этом участке лежащие полицейские? Если здесь на скорости более 10 км в час, ехать просто-напросто нельзя. Тем не менее, в городе полным ходом идет ямочный ремонт, сообщает на своих официальных ресурсах администрация Твери. За минувшую неделю с использованием литого асфальтобетона было восстановлено покрытие на поврежденных участках общей площадью порядка 320 квадратных метров. Основной объем работ выполнен на улицах Красина, Вторая Красина, Маяковского, Третьяковском переулке, в Алакаламском проспекте, бульваре Гусево, Бежевском шоссе и дороге на Рождествено. В ближайшее время планируется продолжить работы на Бежевском шоссе, а также приступить к устранению повреждений дорожного полотна на улице Паши Савельевой. Будем надеяться, что до всех проблемных точек руки у властей дойдут, дабы сделать жизнь для передвижения тверичан более комфортной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова